Самое время представить нашего соседа, спортивный комментатор телеканала СТВ Павел Лесик. Паша, доброе утро. Привет, Паша. Доброе утро. 7 числа произойдет знаменательное событие для наших футбольных болельщиков, потому что в рамках четвертого тура группового раунда Лиги Чемпионов Батэ сыграет в гостях у Валенсии. И поэтому Пашин приход тоже не случайен. Мы сейчас все узнаем про этот самый предстоящий матч, прогнозы, наши надежды. И вообще, друзья, стоит поболеть, я думаю, за Батэ эти самые дни. Я подготовил небольшую нарезочку самых интересных моментов с участием Батэ и предлагаю сейчас посмотреть. Давайте глянем. Как это уже было? Да, да, как это было. Отлично. Отлично хочется кричать. Гол. Ну, а я, например, настоящая женщина, обращая внимание на... Футболистов. На футболистов. На футболистов. На футболистов, на их яркую одежду. Я, кстати, иногда узнал, что занятия спортом делают людей интеллектуальнее. Дело в том, что у человека во время тренировок улучшается кровообращение, в том числе и головного мозга, и это приводит к интеллектуальному развитию. Исторический момент. Как видим, мы, болельщики тоже находятся в прекрасном настроении. Я думаю, что и мы, сидя здесь в студии, получили прекрасный заряд позитива. И, конечно же, те ребята, которые болельщики, зрители, пришли на стадион, они также зарядились позитивом, хорошими эмоциями. Ну, действительно, я вспоминаю этот день. Я о том, что наши выиграли, услышал сразу же практически сквозь стены всего нашего дома. Поэтому хочется, чтобы 7 ноября, вот в результате нашего футбольного матча с Валентией, точно так же дрожали стены. Но в хорошем понимании. Да, ну, я думаю, что команде Виктора Гончаренко будет непросто, поскольку Валентий будет играть дома. И наверняка команда захочет показать весь класс и свое мастерство перед родными болельщиками. Но в то же время, я думаю, что, учитывая счет встречи в Минске, все-таки валентийцы могут не совсем серьезно подойти к игре. То есть потерять бдительность. Да, да, потерять бдительность, подумать, ну, мы так Батэ достаточно легко в Минске обыграли. И поэтому это может стать хорошим козырем в руках команды белорусов. И я думаю, что они этим должны бесспорно воспользоваться. Ну, вот у нас как раз появилась картинка. Это стадион Мисталья, вместимостью 55 тысяч зрителей. Это домашний стадион Валенсии. Именно здесь завтра пройдет матч между Валенсией и Батэ. Но вот есть информация такая, что в 2013 году клуб планирует перебраться на новый стадион Мисталья. Он будет более красивый, с такой же вместительностью, 55 тысяч зрителей, но более эффективный. А это там дадут под карьеру, да? Не исключено. Паш, ну, у тебя есть какие-то личные ставки на завтрашнее игру? Я понимаю, что мы бы хотели бы, все бы хотели бы, да? Да, вот откровенно, вот откровенно. Вот у тебя есть 100 условных единиц. На кого ты их поставишь? Я редко рискую, но риск, как говорят, благородное дело, да? И, наверное, все-таки я сделал бы ставку в пользу Батэ. Ведь, ну, Лига чемпионов – это такое дело, когда на групповой этап попадают команды, которые не являются проходными. То есть команда попадает туда не случайно, значит, они что-то из себя представляют и могут что-то показать. Яркий пример – наш же Батэ, который сенсационно на выезде Лиле обыграл, который обыграл Баварию. И, кстати, вот, говоря о рейтингах, да, вот я последние данные рейтинга клуба UEFA нашел. Конечно же, бесспорно, лидер – Испанская Барселона на первом месте, но Мюнхенская Бавария на третьем месте идет. Батэ для сравнения – 56-й. Вот, они, как известно, нам проиграли. Да. То есть это не помешало нам. Доверяй, но проверяйся, в общем-то. И чего нам стоит ожидать в точке зрения букмекер? Потому что букмекер, говорят, ошибается редко. И у нас сейчас в студии появится, так надеемся, на связи специалиста одной из минских букмекерских контор – Алина Иняшкина. Доброе утро. Коэффициент на матч Валенсия-Батэ достаточно предсказуемый. На победу Валенсии букмекеры дают коэффициент 1,2. И достаточно высокий коэффициент на победу Батэ – 11,1. Игроки не рискуют ставить большие деньги на этот матч. На данный момент максимальная ставка – это около 500 тысяч белорусских рублей. Хотелось бы, конечно, верить в победу нашей родной команды. Пожелаем ей удачи, но все-таки цифры говорят другое. Спасибо большое, Алина. Все-таки будем надеяться на то, что тот, кто поставил на Батэ, тот и сорвет главный пуш. Да, цифры стандартные обычно. Спасибо огромное. Как это произошло в матче с Лилем и с Мельфинской Баварией. Другими словами, мне кажется, что всегда хорошо, когда от игры получаешь сюрприз и что-то непредсказуемое. Кстати, мы еще ни разу так не поступали. Паш, коль скоро сегодня ты у нас первый раз в студии, хорошее настроение, надеемся не последний, мы решили это дело отметить задорной футбольной игрой. Мы не будем здесь стучать, потому что студия у нас в этот момент не настолько велика, чтобы можно было здесь хорошо разогнаться. Мы сыграем с тобой в компьютерный футбол. Ты вообще как силен? Ну, я скажу, что я редко играю в компьютерные игры, но я готов рискнуть. Готов рискнуть. Итак, друзья, впервые. Я напрашиваюсь в судействе. Да, ты у нас будешь главным судьей. Юля, вообще-то все будет зависеть от тебя. Все наши пенальти. А можно карточек выбор больше цветов? Так и хочется сказать. Ну, в любом случае, у нас есть пока что розовый и синий, хотя я, конечно, уже заранее сказал про Валенсию, я бы выбрал, конечно, Батэ. Смотри, 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 Паша, у тебя делал опасные передачи своим игрокам. Ну, что-то ты пока нечего можешь делать. Я так вижу, что Батэ немножко решила реабилитироваться все-таки, перехватить инициативу в свои руки. Свои ноги, я бы сказала. Свои ноги, да. Так, не сбивайте меня, я понимаю, что ты сейчас сокомментируешься. Как-то моя команда более сбить, сбить мою бдительность. Более активно действовать. Вот, дезориентировать моих игроков. Сустры. Гоу! Гоу! Свершилось! Свершилось именно то, что должно было произойти. Батэ закатило победный гол. Наши старания и небольшой компьютерный ликбец все-таки сделали свое дело. Теперь у Батэ есть первый победный мяч, правда, только в компьютерной игре. Ну, будем надеяться, что мы такую эмоциональную забросили, да, и идею на завтрашний матч нашим игрокам обязательно поможет. Да, пошлали свои флюиды, поэтому мы будем болеть, переживать. Паша, спасибо тебе за замечательный футбол, за то, что пришел к нам в Северную студию в хорошее настроение. Заходи почаще, будем тебе рады. Да, Паша, но ты понимаешь, что ты еще не всю миссию свою выполнил здесь, да? Ты нам обязательно должен рассказать, какие спортивные события ожидают в нашу страну в ближайшее время. Да, в ближайший уикенд 8-12 ноября в Минске пройдет чемпионат мира по боевому самбо, поэтому всех любителей этого вида единоборств, конечно же, приглашаем. Также сегодня, во вторник, наши баскетбольные клубы проведут игры в Еврокубках, мы также будем за них переживать. Хоккей на этой неделе с участием Минского «Динамо» не будет. Команда берет небольшой перерыв, да, тайм-аут, перерыв на отдых, но уже 14 ноября матчем с питерским «СКА» ребята будут готовы нас порадовать очередной мере заброшенными шайбами и положительными эмоциями. Но, тем не менее, спортивных событий достаточно много, и еще выбрать, а точнее, можно болеть практически по любому поводу, по-хорошему, разумеется. Паша, спасибо огромное. Приходи почаще. Так приятно сидеть, когда за тобой надежный, да, спортивный комментатор. Так что удачи тебе в твоей работе. Спасибо большое. Будем вместе болеть завтра, конечно же, на наш белорусский клуб.